У нас складывается так в последней выборной кампании, что именно проблема снятия яблока является основным моментом, который поднимает виток внимания к нашей партии, ну в том числе. А мы спокойно выполняем ту работу, которую выполняем всегда. Мы работаем непосредственно с избирателем. Все наши кандидаты, которые выдвинуты партией яблока, это народные кандидаты. Они работают непосредственно с избирателем и обходят квартиры на своих округах, знакомятся, получают наказы, предложения выслушивают от избирателей, совершают огромное количество встреч. Огромное количество встреч. И, конечно, вчера я сбор такой группы нашей проводила, кандидатов. И с одной стороны уставшие, с другой стороны довольные. Еще можно сказать о том, что, конечно, это очень важный и бесценный опыт для каждого кандидата, потому что услышать в лицо тем людям, кто не из власти, не из политики, все, что люди думают о действующей власти, это большого, скажем так, дорогого стоит. Значит, второй момент. У нас продолжаются пикеты по городу и в Республике Карелия. И в этих пикетах участвуют люди, которые участвуют именно по идеологическим соображениям. И они искренне бьются за нашу команду и бьются за изменения и в городе, и в Республике. Значит, мы продолжаем работать с нашими сторонниками. Такая база у нас достаточно серьезная. И на этой неделе у нас новый виток литературы, новый поток литературы поступит ко всем избирателям города Петрозаводска. Ее будут приносить наши агитаторы. Это вот те моменты, за которые мы отвечаем на этой неделе. Что касается дальнейших моментов, что мы сейчас будем делать, то мы будем усиливать свою кампанию. Более того, мы мобилизуем всех своих сторонников на приход на избирательные участки. И уже сейчас этим занимаемся. И мы сделаем все, чтобы наши избиратели пришли и проголосовали в пяти оставшихся бюллетенях за партию «Яблоко» и за кандидатов от партии «Яблоко». А в шестом? А в шестом будет стоять прочерк. Уже теперь это однозначно. Вне зависимости мы, конечно, сегодня с юристами будем разговаривать. Игры меня не интересуют. Я говорю про реальность. А реальность – это пять бюллетеней, которые наши избиратели получат. Ну, все-таки, какой-то прогноз по будущему составу парламента, ну, Карельского в таком случае, «Яблоко» в нем? Как вы оценили эти шансы? Я думаю, что шансы у «Яблока» очень высокие. И в связи с этим как раз и снят список «Яблок» в Петрозаводске, городской совет. Но я не люблю рисовать прогнозы. Я люблю заниматься конкретной работой и видеть результаты своей работы. Поэтому я сейчас занимаюсь именно этой конкретной работой.